Вот она, апофеоз нанотехнологий. Возмутился блогер Самарар, увидевший на самарских улицах женщин и старушек, долбящих камни кирками. И кто из наших чиновников отцов догадался отправить их на такой тяжелый труд? «Я помог», — продолжает автор поста, — «одной женщине раздолбить киркой бетонный камень». При этом в одном километре от этой драмы в парке Гагарина стояла без дела новая буровая установка. Блогер на карандаше пожаловалась на превращение ранее свободного участка в районе Воронежских озер в платную автостоянку. Неосвещенную, не огороженную территорию без разметки здесь окрестили платной парковкой и пошли с автовладельцев дань собирать. «Мы платить отказались», — пишет автор, — «на что получили резонный ответ. Сейчас свою машину здесь оставите, завтра не найдете». «Угроза, однако», — восклицает блогер. Читатели посоветовали обратиться в реадминистрацию, мэрию и прокуратуру. Блогер Николай Кот-63 съездил на Федоровские луга. В 7.30 утра, — пишет автор, — «можи были на станции Жигулевское море». Далее отправились в Федоровку, где обнаружили вот эту часовню. После деревни цивилизация закончилась. «Привет, природа!» «Здешние места богаты живописными протоками и различными затонами. Осень постепенно вступает в свои права. Некоторые деревья еще зеленые, другие уже готовы сбросить листву. Преодолев 10 километров, мы оказались на подъезде к поляне Старой Груши. Въезд на Грушинскую поляну охраняется у сторожей злые собачки. Сама же поляна, — резюмирует автор, — постепенно зарастает травой.